Те, кто решил закупиться в Финляндии до Нового года, молодцы, сэкономили на пошлине. С 1 января так не получится. Дело в том, что с 2019 допустимый вес товара снизился с 50 килограммов до 25. Если покупок больше, то за каждый лишний килограмм придется заплатить 4 евро. Мало того, что и так санкции на продукты питания, которые идут не больше 5 килограмм, страховка дорогая, перенкарта дорогая, бензин дорогой. Поездка в Финляндию обходится очень дорого. Ехать из-за того, чтобы ничего не везти. Я думаю, поток туристов уменьшится. То же самое касается стоимости. Если раньше делимый товар, это в основном продукты, разрешалось ввозить без пошлины на сумму 115 тысяч рублей, то сейчас только на 38 тысяч. Таким образом, порог беспошлиного ввоза снижен почти в три раза. Это решение приняли все страны Евразийского экономического союза. Правда, изначально планировали снижать постепенно и сегодняшних нормативов достичь только к 2021 году. Передумали и теперь в таможне готовятся к серьезной работе. Что по нынешним меркам 38 тысяч рублей. Как раз несколько пакетов с продуктами. Каждый из них придется досмотреть и проверить чек. Меры, впрочем, направлены прежде всего на так называемых серых бизнесменов, которые ввозят через границу продукты для выгодной за счет такс-фри продажи в России. Теперь им придется придумывать новые ходы. Они, возможно, будут прибегать к услугам большего количества пассажиров, для того, чтобы, скажем так, ввести то же количество товаров в тех меньших рамках, которые у нас будут установлены. Но понятно, что это будет на нас дополнительная нагрузка. Простым гражданам, тем, кто покупает исключительно для себя, отныне надо быть внимательными. Велика вероятность нарушить закон. Бывают такие даже случаи в практике, когда физическое лицо приезжает в Линляндию, покупает телевизор. Неделимый товар, неделимый товар. Вроде бы на маркировке вес у него 35 килограмм. Приезжает к нам, ставим весы, он весит 37-38. И это не связано с погрешностью весов, потому что весы у нас постоянно регулярно поверяются. А, скажем так, вот эти 2-3 килограмма, они за собой влекут определенные правовые последствия. Новый закон коснется прежде всего тех, кто путешествует на машине. А вот те, кто летает на самолетах, могут не ограничивать себя в тратах. Они по-прежнему могут брать с собой покупки весом 50 килограммов и стоимостью 10 тысяч евро. Отсутствие перемен в этой области объясняют тем, что объем товаров при авиаперевозке и без того ограничен объемом багажа. Артем Шарипов, Сергей Гоц, Кирилл Дмитриев, телеканал «Санкт-Петербург».